Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы будем готовить кварк-бельхин или сырные шарики, точнее творожные шарики. И это будет очень-очень просто и это будет очень-очень вкусно. И это не только мое мнение. Обалдеть! Потрясающе! Очень-очень-очень вкусно! Остренький вообще огонь. Это сладенький огонь тоже, но это с чесночком вообще просто супер-пупер. The best of the best. Великолепно! Обычно такие творожные шарики готовятся на вайнах, на рождественских базарах. То есть перед рождеством на рождественских базарах они продаются и они всегда сладкие. Я же буду делать два варианта. Как бы сказать классический и мой. Если кто-то еще не знает, у меня всегда не все, как у людей. Но это будет очень вкусно. Я Олаф. Олаф жжет. Олаф жжет. Я хорошо готовлю. Олаф жжет. Я готовлю вкусно и просто. Я готовлю просто вкусно, потому что я люблю поесть. Олаф жрет. Олаф жрет. Итак, для того, чтобы приготовить кваркбельхен, нам соответственно нужен творог. Творог можно взять любой. Любой жирности. Главное, чтобы он был не слишком мокрый. Берем творог. Добавляем туда яйцо, что совершенно не обязательно. Добавляем туда соль, что совершенно обязательно. Ну и конечно же мы добавляем еще бакпульвер. Ну, или пекарский порошок, или разрыхлитель. Я, честно говоря, не знаю, как даже правильно сказать. То есть, вот та вещь, которая делает это более рыхлым. В общем-то, добавлять его надо примерно столько же, сколько и написано на упаковке. То есть, если вот на этой упаковке написано, что она рассчитана на 500 грамм муки, а я взял две упаковки творога по 500 грамм каждая, то и соответственно я добавляю две. Это будет достаточно плотный и не слишком увеличивающийся в объеме шарик. Если вы хотите более воздушные, добавьте три. Учитывайте, что творог это практически равнозначно очень тяжелому тесту, поэтому полторы нормы будет немного. Я хорошо готов. И дальше добавляем туда муку до той консистенции, когда тесто еще будет немножко липнуть к рукам. Да, это не совсем удобно, потому что нам придется катать наши шарики, постоянно смачивая руки. Но если вы сделаете настолько крутое тесто, что оно не будет липнуть к рукам, то тогда вы потеряете много во вкусе. То есть это будет тоже вкусно, но это уже больше будет похоже на обычные шарики, не знаю, хлебные или как их назвать. Очень сильно уйдет вкус со самого сыра. Кстати, можно добавить туда не только творог, можно добавить туда и сыр. И это будет тоже очень интересно и тоже очень вкусно. Итак, замешиваем наше тесто из муки, яиц, сыра или творога, или сыра и творога и соли. И если вы неисправимы сластенно, то можно добавить еще и сахара прямо в наше тесто. Но я бы, честно говоря, не рекомендовал. Даже если вы любите сладкое, просто потом посыпите больше пудры. Тогда вот этот вот контраст на вкусе, он все-таки будет присутствовать и будет вкуснее. Но, опять же, на вкус и цвет товарищей есть. Я готовлю просто вкусно. И после этого, а лучше еще во время этого, ставим разогреваться наш фритюр. Дело в том, что этому тесту совершенно не обязательно там растаиваться, настаиваться или еще что-то делать. Когда мы его приготовили, им можно уже совершенно просто работать. То есть, им уже можно пользоваться. Итак, разогреваем наш фритюр. В качестве фритюра может быть совершенно любой жир. Берите тот, к которому вы привыкли. Это может быть и свиной жир, это может быть и подсолнечное масло, это может быть и их смесь. В общем, то, что вам нравится. Как по мне, лучший фритюр – это тот, который меньше всего сообщает собственного вкуса продукту. Но, опять же, на вкус и цвет. Фритюр – не важно, делаете ли вы это во фритюрнице, в сковородке, в кастрюле. Его предварительно, конечно, нужно хорошо разогреть. Если вы этого не сделаете, то продукт у вас будет там… То есть, у вас получится в итоге комочек теста, насквозь пропитанный жиром. А это несъедомно. Для того, чтобы проверить, насколько жир прогрелся, лично я пользуюсь самым простым методом. Берете зубочистку, макаете ее в воду, если никто не видит, просто облизываете и тычете в жир. Если сразу пошли бульбушки и характерное вот это вот шипение, значит, жир прогрелся. Теперь начинаем лепить шарики и закладывать их прямо в наш жир. Да, вот вам еще один совет по технике безопасности. Всегда, и это не важно, шарики вы делаете во фритюре или просто кладете кусок мяса или рыбы на сковородку, всегда кладите от себя. То есть, если вдруг у вас как-то это сорвалось с руки или вы слишком сильно плюхнули и у вас пошла струя или капля перегретого жира, лучше пусть она упадет на противоположную стенку, чем вам на живот. Ну, во всяком случае, мне бы было это очень неприятно. Олаф жжет! И теперь жарим или фритеризируем, или я даже не знаю, как назвать, наши шарики. Самое лучшее в них, и то, что я в них просто обожаю, это, как бы сказать, их врожденная функция самообжарки. То есть, вот посмотрите, что они делают. По мере того, как он зажарился с одной стороны, он автоматически переворачивается на другую сторону, что, мне кажется, очень мило с его стороны. Главное, не кладите их слишком много, потому что им будет тесно, так как они увеличатся в диаметре. Итак, пожаренные во фритюре наши шарики выкладываем. Выкладываем, я выкладываю вот так вот сначала на сеточку, для того, чтобы с них стек основной жир. Но их нельзя здесь оставлять слишком надолго, потому что температура от самой сковородки еще поднимается, и если они у вас пролежат долго, они потеряют свою корочку, они потеряют хрусткость. Поэтому 5-10 секунд и выкладывайте на салфетку. Пусть там они спокойненько себе лежат, пусть с них салфетка вытягивает лишний жир, и пусть они там охлаждаются. После того, как шарики отдадут свой лишний жир и немного остынут, а в общем-то, если вы подаете небольшими порциями, то можно их и подавать теплыми, и это тоже вкусно. Если вы собираетесь это все положить на одну большую тарелку, то лучше подождите, пока они хорошо остынут. Иначе, когда они будут лежать все вместе, опять же, будут друг друга прогревать, и потеряется их вот эта вот корочка, эта хрусткость. Все складываем, как нам нравится, сверху посыпаем сахарной пудрой, и это вкусно. Но! Теперь мы переходим к моему рецепту. Для этого мы берем соль и берем чеснок, и вот так вот прямо в соль его выдавливаем. Если соли маловато, добавляем еще. И вот так вот просто перемешиваем. Ничего там давить даже не надо. Выделившийся сок чеснока, выделившиеся эфирные масла пропитывают соль, и это получается такая вот густая кашица, если можно назвать. Туда же кладем наши бельхины, и вот таким вот круговым движением просто это размешиваем. Главное, чтобы это сделать несколько раз, чтобы это было равномерно. Все! Они уже полностью взяли столько, сколько нужно и соли, и чесночного привкуса. Но вам никто не мешает взять один, проверить, попробовать. Если вам кажется этого недостаточно, можно или добавить чеснока, или вот так вот перемешать прямо рукой, тогда частички чеснока еще к этому же налипнут. Все! Выкладываем это все на тарелочку и наслаждаемся. И это невероятно вкусно! Если у кого-то возникли еще сомнения, давайте спросим у детей. Ребенок, Фред, не будет! Ребенок, Фред, не будет! СМЕХ 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 Ну, если короткий адаптированный литературный перевод, то это очень вкусно. Причем и в том случае. Дело в том, что этим девочкам значительно проще разговаривать на немецком, хотя они могут, конечно, и на русском. Вот, тогда так. Вкусно, хорошо, красивенько. Ну, теперь верите, что это очень вкусно. Это вкуснее от этого. Это вкуснее. Так что готовьте с удовольствием. Кушайте с аппетитом. Приятного вам дня, хорошего настроения. А я пошел кушать наши бельхины. И, боже, ну почему я так прекрасно готовлю, а? Потому что я люблю поесть. Олаф жрет. Олаф жрет.